Ну, сезон, опять же, вот как вы правильно сказали, неоднозначный. Было много хорошего и много такого несовершенного, чего ожидалось. Поэтому в целом мы его провели неплохо, но, опять же, не выполнили задачу на сезон. Мы дошли до полуфинала и проиграли в полуфинале конту, хотя задача была выигрывать чемпионат Италии, ну и как минимум выйти в финал. То есть это как бы одно из самых таких вот разочарований. В то же время в Евролиге тоже мы были в шаге от того, чтобы выйти в топ-16. И тоже по многим причинам, я не знаю, ну не получилось. И, конечно, это так вот было маленькое недовольство. Но в целом, опять же, сезон начался хорошо для меня в целом. Потом опять последовала травма, которая чуть-чуть выбила из колеи. Потом опять я набрал обороты. Середину сезона тоже провел удачно, можно сказать, хорошо. Достаточно времени играл, показывал хороший баскетбол. И концовка сезона опять смазалась, потому что там тренер перестал доверять мне настолько, насколько он доверял до этого. Ну и вот, ну в принципе, назовем это удовлетворительно. То есть хотелось бы, конечно, лучше. И те задачи, которые ставились, конечно, хотелось бы их достичь. Но вот в этом плане чуть-чуть не получилось. Ну, я думаю, что впереди еще много, у меня много амбиций, много желаний. Поэтому есть силы и желание добиваться этих желаний и идти вперед. Поэтому, надеюсь, в будущем будет намного лучше. Физически я себя чувствую хорошо. И на 100% сейчас стараюсь подготовить себя. То есть сейчас сделал маленький отдых для себя. Первый раз, наверное, за 5 лет. Вот буквально 2-2 недели я отдыхал. Ну и сейчас буду опять входить, как бы, входить в форму, стараться подвести себя физически на 100%. Тем более чемпионату Европы у нас есть сейчас 1,5-2 месяца. Поэтому, я думаю, достаточно будет для того, чтобы набрать хорошую форму и выступить на хороших максимальных возможностях. И для Украины, и для ребят в целом, и для тренеров это будет, наверное, первое такое большое соревнование на высоком уровне за последние 6 лет. Поэтому, я думаю, это должно будет служить для нас всех огромной мотивацией, огромным желанием. Потому что, действительно, уже много лет мы не играли вот именно на таком высоком уровне с хорошими командами. Вот почувствовать себя именно среди них. Поэтому, я думаю, мотивация у нас будет огромная, желание будет огромное. То есть, все в наших руках. И с новым тренером, который пришел, я вот надеюсь, что будем ставить максимальные задачи, ну и будем пытаться их достигать. Как получится у нас это, это уже другой вопрос. Опять же, как мы сможем сыграться, как мы можем найти взаимопонимание, как мы сможем помочь друг другу, тренера, игроки, как раскроемся, как подготовимся. То есть, это большой такой процесс, который вот сейчас, с 18-го, с 19-го июля, он начнется. И я думаю, все вместе будем работать на достижение вот этого результата. Ну и посмотрим, что у нас получится в конечном итоге. В любом случае, я думаю, что все будут мотивированы и у ребят будут гореть глаза. Потому что таких соревнований на таком уровне мы уже давно не играли. И просто, наверное, будет даже вот как игроку, это просто вот спортивный интерес, играть с лучшими командами, с одними из лучших команд Европы. Это всегда приятно и почетно. И я думаю, для каждого спортсмена это его приоритеты. Я пока еще не знаком с Майком Фротелло, не встречался ни с кем из сборной. Вот сейчас только приехал, по большому счету, в Киев. Сейчас начну индивидуально тренироваться чуть-чуть потихонечку. Ну и если будет возможность, конечно, до 18-го числа я с ним пообщаюсь, встречусь. Если не будет такой возможности, тогда уже встретимся непосредственно, когда полетим в Литву. Поэтому, я думаю, у нас еще впереди два месяца будет возможность и пообщаться, и познакомиться, и понять друг друга, что хочет тренер от игроков, что и игроки хотят увидеть от тренера. То есть будет время на то, чтобы найти взаимопонимание. В моей команде было два игрока, которые выступают за сборную Италии. Ну, в принципе, они настроены тоже очень уверенно и серьезно. У них большие надежды на чемпионат Европы, потому что тоже у них как бы последние годы все так смазано было. И больших результатов на европейской арене они, по большому счету, не показывали. Поэтому я тоже слышал, что там приедут три игрока из НБА. И у них достаточно серьезные задачи и цели. Ну и они тоже начинают тоже, по-моему, подготовку с 18-го июля. Ну и тоже, конечно, я думаю, каждая команда на Евробаскете будет преследовать максимальные цели и задачи. Каждая страна хочет показать, что в ихней стране баскетбол развивается, что он растет на правильном пути и что у них боеспособная сильная команда. Поэтому, я думаю, в каждой стране есть что доказывать. И Евробаскет должен получиться очень интересный и захватывающий. Тем более, что в этом году будет большее количество команд. И я думаю, интерес будет большой. Сейчас я приезжаю в сборную и хочу сконцентрироваться на сборной. Хочу, чтобы мои мысли были посвящены Евробаскету. А там, как будет ситуация развиваться, да. Там агенты занимаются трудоустройством, смотрят, какие варианты. И если они будут поступать, мы их будем просто обсуждать и все вместе обговаривать. Поэтому я не думаю, что возникнет какая-то проблема у нас на этой почве. То есть, сейчас я хочу, я же говорю, сконцентрироваться на чемпионате Европы и помочь сборной Украине показать хороший, достойный результат на нем. Как сложится в процессе этой подготовки, как это будет складываться, мы посмотрим. То есть, сейчас думать об этом и что будет, и как будет, я думаю, не стоит. Поэтому, когда будет какие-то уже непосредственно что-то происходить, тогда на месте там что-то будем определять. В Америке сейчас, как вы знаете, локаут, поэтому, наверное, о Америке лично идет. То есть, ну, в принципе, я буду рассматривать все предложения, посмотрим, что будет. И самое интересное из них, я думаю, я возьму себе и откликнусь на него. Поэтому посмотрим, рассмотрим все, и как оно будет, увидим попозже.